Всем привет! С вами Йети и данное видео будет довольно подробное про все свойства пролактина, его физические и психологические проявления в человеческом организме, как у мужчин, так и у женщин. Начнем с самого простого и более-менее понятного. Пролактин это гормон, который продуцируется в организме гипофизом. В свою очередь, за счет этого он может влиять и на психологическую составляющую человека, и это будет проявляться в поведении. Вы должны прекрасно это понимать. Но первая и самая жизненно важная функция пролактина это подготовление, скажем так, женщины к лактации. На стадиях беременности повышается постепенно уровень пролактина, таким образом молочная железа женщины перестраивается на выработку молока. В конечном итоге из-за этого одного только гормона она способна кормить, скажем так, ребенка грудью. Но он основной, по крайней мере, без него, скажем так, молока образоваться в молочных железах не может. То есть это жизненно важная функция для вскармливания. Следующий момент касается мужчин. У мужчин может наблюдаться подобное при нереально высоких уровнях пролактина, то есть так называемая гиперпролактинемия. Когда уровень пролактина очень сильно зашкаливает за счет какого-нибудь новообразования, например, в гипофизе, то есть в мозге, мужчины могут подобные симптомы у себя тоже заметить. Например, скажем так, вокруг молочных желез, кстати, у мужчин есть молочные железы, просто они находятся в зачаточном состоянии, может образовываться и скапливаться вода. В конечном итоге может дойти даже до того, что и у мужчины появится молоко. Есть такие крайние степени уже, когда человек не контролирует, скажем так, ход своего заболевания гиперпролактинемии, не предпринимает никаких конкретных действий, и его молочная железа конкретно очень сильно восприимчива к уровню пролактина в его крови. Если молочная железа невосприимчива, то, в принципе, внешних проявлений от повышения колоссального уровня пролактина не будет. Но у пролактина есть и другие жизненно важные функции. Например, он снижает болевые ощущения, то есть восприимчивость к боли при повышении уровня пролактина значительно снижается. Таким образом, это обеспечивает возможность как женщины, так и мужчины, в принципе, переносить, скажем так, более сильные болевые ощущения. То есть женщине, например, для чего это нужно? Это гормон, который необходим для вскармливания потомства. То есть изначально, скажем так, женщина, когда начинает кормить ребёнка грудью, грудь, как правило, воспалена, если бы она чувствовала все болевые ощущения, было бы очень плохо, и беременность, скажем так, ассоциировалась бы у женщины с чем-то очень ужасным, как минимум. Ну, то есть момент кормления груди – это болезненный процесс для женщины на самом деле. Но на фоне повышенного уровня пролактина она гораздо легче этот момент переносит. То есть как пролактин, так и окситоцин снижают болевые ощущения, скажем так, груди, и таким образом женщина может кормить ребёнка молоком. Подобное исследование, кстати говоря, в котором было зафиксировано, что не только у людей, например, пролактин снижает уровень болевых ощущений, но и у всех видов животных. То есть эксперименты это подтверждали. Более низкие уровни пролактина сопровождались, скажем так, высокой болевой чувствительностью, высокие уровни пролактина, низкой болевой чувствительностью. Пролактин оказывает влияние и на иммунные процессы, то есть, скажем так, он предохраняет нас от каких-либо заболеваний. Он способен напрямую воздействовать на иммунную систему человека. Поэтому очень низкие уровни пролактина связаны с частой заболеваемостью, например. Следующий довольно важный момент. Пролактин является нейроэндокринным регулятором половой функции. То есть он является своего рода предохранителем при половых актах. То есть если бы уровень пролактина после, скажем так, оргазма завершения полового акта не повышался, то таким образом человек мог бы заниматься этим бесконечно и просто бы умирал. То есть вообще в целом, если рассмотреть пролактин, то он жизненно важен для, скажем так, для целой популяции. Потому что невозможно без существования уровня пролактина существование, в принципе, человечества. Ну, что можно сказать, в принципе, про любой гормон, который существует в человеческом теле. Все они для чего-то нужны. Дофамин ответственен за возбуждение. То есть в момент полового акта дофамин, как правило, высокий. В момент окончания, как правило, повышается колоссально уровень пролактина. И держится примерно в течение часа, а может и более. И, соответственно, таким образом пролактин, скажем так, вызывает ощущение законченности. И поэтому человек не способен больше продолжать. Кроме того, он понижает очень резко уровень тестостерона человека. Ну, конечно же, уровень тестостерона, соответственно, в скором времени нормализуется и приходит к обычным отметкам. Но таким образом, скажем, повышение уровня пролактина нужны в человеческом организме после полового акта для того, чтобы это не длилось вечно. Кстати говоря, у людей с повышенным уровнем пролактина, у мужчин в основном, наблюдается, скажем так, снижение либидо. Всегда. Поэтому пролактин всегда являлся предохранителем для, скажем так, половых каких-либо контактов. То есть, чем выше у нас уровень пролактина, тем слабее у нас, в свою очередь, либидо. Это касается и мужчин, и женщин. То есть, например, какая у этого жизненно важная функция? Если мы даже не берем в расчет тот факт, что человек мог бы сношаться постоянно, то есть, весь мир бы представлял из себя огромную какую-то оргию. Это могло бы длиться бесконечно, и люди бы просто умирали. Даже если опустим все эти моменты, то пролактин необходим для того, чтобы, скажем так, вырастить, выкормить ребенка. Не только выкормить, а вообще проявить к нему какую-либо заботу. Потому что его как раз психологические проявления, особенно им подвержена женщина, потому что у них гораздо больше рецепторов, на которые способен влиять пролактин, находящихся в головном мозге. У мужчин их поменьше, но все-таки пролактин даже на них оказывает существенное влияние. Следующий момент, на котором я хотел бы сакцентировать ваше внимание. Не только у женщин повышается уровень пролактина во время беременности, но и после того, как рождается ребенок, у ее мужа, как правило, у отца этого ребенка. То есть, если женщина живет в социуме, скажем так, у нее есть муж, она рожает ребенка, как правило, в течение трехнедельного после родового периода у мужчины наблюдается повышенный уровень пролактина, примерно на 20%, и пониженный уровень тестостерона на 33%. Для чего это нужно, как вы думаете, догадайтесь? Да просто элементарно для того, чтобы семья сохранилась, чтобы отец начал проявлять внимание, скажем так, к своему ребенку, начал о нем заботиться. Поэтому некорректная здесь немного фраза многих женщин, которые говорят о том, что на мужчин, в общем-то, беременность никак не влияет. Они чем занимались, как работали, так и работают. В общем-то, если бы уровень пролактина у мужчин, скажем так, у которых появились дети, не повышался на период до трех недель, то они просто бы отказывались от своей жены и уходили. То есть, они как минимум не выжидали бы этот период, не было бы там стадии никакого воздержания, как минимум, они бы сразу уходили налево. Семьи бы рушились просто моментально. Это касается и женщин, кстати говоря, если бы у женщины тоже были какие-то проблемы с выработкой пролактина и выработкой окситоцина, в свою очередь, при кормлении, то женщина бы не проявляла никаких материнских инстинктов. Отцовский инстинкт, он тоже держится именно исключительно на уровне пролактина. Соответственно, поэтому не удивляйтесь, если у вас родился ребенок, скажем, следующие три недели, вам не будет переть в тренажерном зале, тренироваться вы не сможете, уровень тестостерона будет довольно низкий и уровень пролактина высокий. То есть, о сексе вы думать не будете. Это как минимум. Поэтому, кстати говоря, они разрушаются семьи. Все очень просто. И таким образом это обеспечивает заботу о потомстве с двух сторон. И от матери, и от, скажем так, отца. То есть, как минимум, два человека воспитывают ребенка. Поэтому это одинаково влияет как на женщин, так и мужчин. Кроме того, отмечается, что более низкие уровни пролактина у женщин, даже у которых полное бесплодие, в исследовании это приводилось, по статистике у них более высокий уровень агрессии. Чем ниже уровень пролактина, тем выше уровень агрессии. Это проявляется и у мужчин. У мужчин тоже, как правило, чем выше уровень пролактина, тем меньше агрессии. То есть, агрессивным, как правило, человек становится, скажем так, при повышении дофамина. Как правило, когда у него высокий дофамин, человек в целом агрессивный. Когда у него высокий пролактин, человек не является агрессивным. Вот это одно из, скажем так, научных достоверных фактов, заключающихся в том, что пролактин способен смягчать человека. Как бы это ни звучало, то есть человек становится, скажем так, более отзывчивым, чувствительным и все-все прочие моменты. То есть он перестает думать в том ключе, в котором он думал. Если у человека повышается постоянный уровень пролактина, то он становится, можно сказать, тряпкой, кто как угодно может это в принципе назвать. Но без этого не могут существовать семьи, к сожалению. То есть продление рода и, скажем так, сохранение своего потомства, за это отвечает у нас пролактин. И игнорируя его, скажем так, заглушая его тем же кабергалином, можно привести себя к тому, что элементарно не получится ни продлить род, ни, кроме того, воспитывать свое потомство. То есть невозможные социальные аспекты без повышения уровня пролактина. Хотя многие считают, что, скажем так, пролактин это негативный фактор, для мужчин так точно, потому что снижается, скажем так, половое влечение и все прочие моменты. Так вот, если бы оно своевременно после половых актов не снижалось, то вы бы просто умирали. Следующий момент заключается в том, что люди как раз тянутся к повышению уровня пролактина. Как бы это странно не звучало, но даже люди, принимающие кабергалин, кроме того, это исследование проводилось и на макаках, и на каких-либо других грызунах, все тянутся к повышению уровня пролактина. Те животные, которым вводился кабергалин, то есть действующее вещество, подавляющее уровень пролактина в человеческом организме, они своевременно начинали проявлять заботу о потомстве. И кроме того, они возились с детьми и проявляли к ним гораздо больше внимания на фоне, скажем так, приема кабергалина. Почему? Вопрос очень сложный, потому что, в принципе, принимая кабергалин, у вас повышается дофамин, вы чувствуете себя хорошо. Но, к сожалению, человечество в любом случае, как бы вы этого не хотели, оно тянется к повышению уровня пролактина и к мягкости. То есть люди, мужчины, женщины, специально тянулись, скажем так, к своим детям, даже мужчины, у которых был заблокирован, скажем так, заблокировано повышение пролактина приемом кабергалина, они все равно проявляли внимание к своим детям, дабы повысить тот самый уровень пролактина. И это было тоже зафиксировано в исследованиях. На все эти исследования вы можете найти ссылки в описании, я их специально привел. Поэтому социальные аспекты без повышения уровня пролактина, они существовать не могут, к сожалению. То есть человек становится социальным на фоне повышения уровня пролактина, потому что это работает как система вознаграждения, то есть они взаимосвязаны, как минимум. Человек после повышения пролактина, скажем так, успокаивается, умиротворяется, становится более чувствительным, отзывчивым, заботливым. Для многих это покажется очень странным, потому что мужчине не свойственно таким быть, мужчина ассоциируется с тестостероном и так далее. Но, к сожалению, если был бы один тестостерон, то мужчины бы не рождались. И женщины не рождались, никто бы не рождался. То есть размножение, продление рода и все социальные контакты завязаны на повышении уровня пролактина. Пролактин в естественных условиях у нас повышается при 4-х примерно, или даже 5-ти факторах. В стрессовых условиях он повышается. Поэтому, кстати говоря, люди, которые перенервничали, у них может снизиться либидо на время. При приемах пищи, как правило, ну тоже после плотных приемов пищи, не хочется секса. Следующий момент, при физических нагрузках, особо интенсивных, ну то есть после тренировки, непосредственно очень тяжелые тренировки в тренажерном зале, тоже может повыситься уровень пролактина. Но опять же, если эти тренировки на постоянной основе. И следующий момент заключается как раз в том, что я уже перечислял. При половом акте. После завершения, после оргазма у человека в естественных абсолютно условиях повышается уровень пролактина и держится таким на протяжении примерно 30 минут или часа. Кстати говоря, естественные ритмы циркуляции уровня пролактина без вот этих всех факторов, если их не брать в расчет, то максимальные уровни пролактина достигаются у нас ближе к утру во время сна и в течение, после пробуждения в течение 2-3 часов они уже возвращаются к норме. То есть вот это естественные колебания уровня пролактина в человеческом организме. В принципе, я думаю, вы сделали какие-то определенные выводы из данного видео. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Йети. До новых встреч. С вами был Игорь Негода.